У нас крайне тревожит ситуация, которая складывается вокруг Донбасса. Инициатива России о том, чтобы ввести войска ООН в зону разграничения вооруженных сил Донецкой и Луганской республики и Бандеровской Украины, на мой взгляд, может обернуться оккупацией этого региона. Мы категорически не можем с этим согласиться, и этого нельзя допускать. Хочу вам всем напомнить, что под флагом ООН американцы в начале 50-х годов развязали войну в Корее. 22 города уничтожили, стерли с лица земли ковровыми бомбардировками. Так они свергали в Конго закотанную власть. Под флагом ООН они устанавливали демократию в Югославии, разбомбив эту прекрасную республику. Под флагом ООН они влезли в Ирак и превратили его в бандитский притон. Под флагом ООН они обещали, что все сделают для мира в Ливии. Уничтожили, по сути дела, преуспевающую и самую благополучную в Северной Африке страну. Под флагом ООН они лезли наводить порядок вместе с террористами и в Сирии. Мы в последнюю минуту туда пришли на помощь. Поэтому категорически нельзя допускать войска ООН в Донецкую и Луганскую республику. Почему? Потому что, во-первых, это будут отъявленные русофобы. И не какие войска ООН, а войска НАТО. И там любая провокация, на которую мастера американцы закончат столкновением. А завтра на границе Российской Федерации появятся НАТОвские войска, которыми придется нам разбираться. Время подлетное от Харькова и Донбасса до Центра управления Москвы 2-3-4 минуты. Могут обеспочить и вырубить все системы управления. А так как решают НАТОвцы и Американцы свои проблемы, видно по Восточной Европе. Они обещали, что мы уйдем из Германии, что никогда Германия не будет влазить в НАТО. А сегодня войска Бундесвера уже хозяйничают прибалцы. Поэтому мы категорически против того решения, которое нам навязывают в настоящее время американцы и НАТОвцы. Мы помогали и будем помогать Донбассу. Мы отправили туда 65 конвоев. Мы в этом году приняли 2000 детей в Донбасс. Мы считаем, что поддержка Донбасса и русского мира на Украине – наша святая обязанность. 22 миллиона на Украине граждан записали, что для них русский язык родной. А сегодня эта бандеровская власть принимает закон, по которому перестают преподавать в школе на русском языке. Ничего похожего ни в одной стране Европы и мира нет. Поэтому надо твердо заявить свою позицию, что мы, во-первых, признаем Донецкую и Луганскую республику. Мы оказывали и будем оказывать помощь. Мы боролись против нацизма, фашизма и бандеровцы и будем бороться. И надо проявлять тут волю и характер. Нельзя сдавать своих друзей, тех, кто восстал против нацизма, бандеровщины и спецслужб, которые оккупировали ридную Украину. Это пойдет на пользу и всему украинскому народу.